Все 584 избирательные комиссии Республики готовы к выполнению полномочий, связанных с президентскими выборами. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в региональном избиркоме. Для открытости и гласности процесса на 295 участках, где будут голосовать 77% избирателей, организуют видеонаблюдение. На остальных участках обеспечат видеофиксацию. При этом онлайн-трансляции не будет. В случае спорных ситуаций кандидаты, их доверенные лица и члены избирательной комиссии смогут просмотреть запись и представить ее в суде в качестве доказательства. Проголосовать за кандидата жители Коми смогут лично на избирательных участках. Дистанционное электронное голосование для нашего региона не предусмотрено. Пока предварительно дистанционное электронное голосование будет применяться не более чем в 35 субъектах Российской Федерации. Это те субъекты Российской Федерации, на территории которых уже применялся механизм дистанционного электронного голосования. Республика Коми в этот перечень однозначно не попадет. То есть мы не участвовали в эксперименте дистанционного электронного голосования. Поэтому наши избиратели будут голосовать традиционным способом. Напомним, Владимир Путин согласился участвовать в президентской гонке в качестве самого движенца. Вскоре во всех регионах страны начнется сбор подписей в поддержку его кандидатуры. О намерении побороться за пост главы государства также заявили в КПРФ и партии «Яблоко». Остальные кандидаты должны определиться до конца года и подать заявление в ЦИК. В целом все мероприятия, связанные с поддержкой выдвижения, представлением документов для регистрации, заканчиваются 31 января 2024 года. То есть 10 февраля – это крайний срок, когда мы все с вами будем узнать содержание избирательного бюлитиня. Интересная деталь. Перед выборами члены участковых избирательных комиссий сделают поквартирный обход. Это похоже на перепись населения. Если кого-то не окажется дома, придут еще раз и напомнят избирателям о предстоящей президентской кампании. Она пройдет с 15 по 17 марта будущего года, в том числе и в новых субъектах России. Субтитры создавал DimaTorzok